Игровые беспроводные наушники с RGB-подсветкой Умеют работать по 2,4 ГГц В комплекте есть вот такой вот донгл Умеют подключаться по Bluetooth, в том числе и к мобильному устройству И есть подключение по проводу Класс! Пожалуйста, компания Ardor и модель Vault Кстати, прикольно, у них есть еще и сниженные амбушюры, которые идут в комплекте Если вам нужно будет технические характеристики, пожалуйста, ставьте на паузу, ознакомливайтесь Очень приятная подача, потому что в комплекте ты получаешь не просто наушники А еще получаешь сумочку для их переноски, вот такую вот сетчатую С двумя отделениями Сюда можно положить, к примеру, те же самые провода То есть ты отправляешься в путешествие Наушники никак не складываются и транспортируются вот в таком виде Затянул, все, и пошел Первые амбушюры, которые у нас будут надеты, они есть такой, знаешь, как эко-кожи Вполне себе мягкие И когда, вот, к примеру, я одеваю их чашки на свои уши То, получается, немножко отсекают какой-то звук То есть ты слышишь не все подряд, что происходит, например, в помещении И есть смены вот таких вот амбушюров Они у нас будут, ну, как, не знаю, тряпочные, наверное, так я их назову По размерам они ровно такие же, просто отличается именно материал, который будет соприкасаться с твоей кожей Это либо, можно сказать, тряпочные, либо вот такая вот эко-кожа Значит, по подключениям все понятно, кому что удобно, пожалуйста, по Bluetooth, по проводу, по такому 2.4 донгу Тема универсальная Хочу отметить комплектацию, опять же Вот, к примеру, инструкция, она, знаете, сделана очень качественно То есть это не просто какая-то бумажка А есть, знаешь, такая бумажка с soft-touch покрытием Вот это вот она, пожалуйста Тоже просто приятно Конечно, не будешь эту инструкцию, знаешь, каждый день там держать в руках, смотреть Ну, просто ощущение продукта, оно, как бы, знаешь, просто эмоции от продукта, как бы, повышаются По органам управления Слева-справа у нас подсвечиваются логотипы Из минусов нету программного обеспечения, чтобы, к примеру, настроить подсветку Потому что у нас, как бы, вообще для этой гарнитуры программного обеспечения нету, драйвер Подсветка настраивается по цветам на чашке только на правой Нажимаете, меняется цвет Также из минусов могу отметить, что заданный режим подсветки К примеру, красный сделал, потом выключил, включил, не сохраняется На левой чашке клавиши включения, увеличение уменьшения громкости Кабель питания Type-C, также это подключение к компьютеру Светодиод, подключение микрофона, он здесь съемный И клавиши включения-выключения микрофона, такая физическая На другой чашке у нас настройка подсветки и включение режима 7.1 То есть, как бы, объемный звук Умеет работать в режимах 7.1 и 2.0 Ну и плюс еще есть такой гейминг-режим Микрофон Здесь у нас поролон снимается По звуку давайте я вам продемонстрирую Соответственно, запись по проводному подключению, по беспроводному подключению Послушайте, сами делайте выводы, пишите в комментариях Погнали! Первый тест сейчас ведем со включенным кондиционером Он дует прямо надо мной Запись идет на компьютер И сейчас у нас по беспроводной связи, посредством 2.4 ГГц идет запись Давайте помолчим И сейчас в программе включено шумоподавление При этом, у меня еще открыто окно, ребят Поэтому шума здесь вообще дофига Выключаем кондиционер, закрываем окно Сейчас в комнате полная тишина, работает только немножко компьютер Но включено само шумоподавление, стандартное в стриминговой программе Вот такое вот качество звучания мы будем с вами иметь Давайте посмотрим, как у нас отреагирует микрофон Когда я его буду вот так вот руками, если что, настраивать Там раз, два, три, четыре, пять Если я его вот так вот об себя как-то дотрону И давайте сделаем вот такой вот тест Если есть наушники, посмотрим, насколько у нас будет вообще влиять это все Чтобы вы слышали вообще все, что вы с ними будете делать Пока вы будете одевать, как это вообще будет слышаться все Вот давайте я почешу свою голову Вот так вот, возможно, давайте по чашкам вот так вот побьем Если совсем Если совсем говорить шепотом Если совсем говорить шепотом То можно сделать небольшой ASMR Но если говорить слишком громко, то можно всех перекричать На самом деле здесь у нас звук не регулируется на микрофоне Мы можем его замьютить при помощи одной клавиши И все настройки у нас происходят непосредственно уже в компьютере Давайте с вами попробуем все это То же самое сделать по проводу Сейчас у меня по проводу все это дело подключено Соответственно сюда у нас входит Type-C Туда идет на обычный USB И не знаю, какая-то разница в звучании будет Сами оцените Давайте помолчим Вообще никакие настройки не менял Но вот, возможно, вы что-то услышите или вообще не услышите А включается при помощи такого донгла 24 ГГц непосредственно в компьютер Но либо можно на них включить Bluetooth Подключить к любому мобильному устройству К тому же компьютеру, если в вашем стационарном компьютере есть Bluetooth Либо к любому ноутбуку соответственно Вот такое вот качество звучания вас ждет Вот такой вот тест Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу Как вам? Аккумулятор здесь, если по цифрам вам будет интересен 750 мАч Но работают до 20 часов заявлено на одном заряде Мне, как человек, который носит очки В принципе, носить Сидеть Носить эту гарнитуру Игровую Наушники Можно по-разному это все называть Комфортно Просидел я в них около часа У меня как бы дискомфорта не возникло Но Если вы хотите, чтобы Как бы уши в чашках больше дышали То стоит выбрать вот такой вот материал Именно тканевый Потому что Немножко кожа От вот такого вот Сприкосновения к эко-коже Немножко устает Ну, оголовье, понятное дело, регулируется Оно у нас здесь Это металлическое оголовье Чашки у нас пластмассовые Такое софт-тач покрытие Они никак у нас никуда не складываются Просто оголовье убирается В таком варианте транспортируется Ну, соответственно, микрофон, когда не нужен Пожалуйста, у вас превращается просто в обычные наушники По итогу, что хочу сказать До 5000 рублей Очень достойная тема Что универсально по подключениям Как вы уже поняли Плюс-минус есть подсветка Потому что, ну, возможно, это будет приятно Не все пользуются Возможно, вообще не будешь ей пользоваться Но она здесь есть Ну, не такая уж и прям, знаешь, пестрая То есть чисто только логотип подсвечивается Найти сейчас такую можно в сети магазинов DNS Если получится, могу и ссылку вам в описании оставить Если найду Вроде все сказал Хороший доброт на наушники Как бы это не опыт используемый Потому что для опыта использования Это, ребят, нужно в них где-то годик проиграть Уже посмотреть, что здесь и как будет изнашиваться Плюс-минусы Вот так вот по первым впечатлениям Очень даже добротные наушники Спасибо, что досмотрели С вами был Илья До новых встреч Пока, ребят Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!